Родительская опека и любовь – основа полноценного развития ребёнка. Однако некоторые дети их лишены. Сделать их счастливыми и подарить радость обладания любящей семьёй в наших силах. Нужно понимать, что от нашей сознательности и милосердия зависит будущее таких детей, их развитие и отношение к окружающему миру. Аня зорко следит за своей непоседливой младшей сестрёнкой Женей. Энергичная малышка норовит поучаствовать в спортивных состязаниях со старшими ребятами. Постоянно придумывает какие-нибудь каверзы. На первый взгляд, вполне счастливые обычные дети на самом деле лишены родительской любви и находятся под опекой государства. Труд педагогов, которые стараются обеспечить таким ребятам все возможные условия нормальной жизни, не проходит даром и является ярким примером, которому следуют воспитанники госучреждений. Кем хочешь стать? Я воспитателем. Какой должен быть воспитатель? Хороший. А ещё какой? Не звайки. Не злой ещё. Какая ты будешь, когда воспитателем станешь? Хорошая. Хорошая, понятно, ещё какая. Не злая, ещё какая. Будешь ребяток-то любить? Старшая сестрёнка Аня воспитателем быть не хочет и свою жизнь мечтает связать с творческими профессиями. Талант к рисованию и рукоделию заложен в ней с рождения. Любимое хобби помогает ей и в учёбе. У меня получается лучше всего окружающую семью. Брат у девочек Александру 15. Он очень серьёзен и немало времени посвящает самосовершенствованию. В этом учёба для него занимает основное место. Похоже, идёт русский, химия, а получше идёт математика, физкультура. Понятие семейственности очень важно для таких ребят, ведь пусть и искусственная, но это всё-таки семья. Девчонки, играя в куклы, представляют свои будущие ячейки общества собственных детей. Об этом же думает и Аня, только она учитывает все варианты создания крепкой семьи и готова осчастливить ребёнка, который в этом особенно нуждается. Саша уже сейчас приходится заботиться о своих маленьких сестрёнках. Можно сказать, что он для них сейчас главный мужчина в семье. Педагоги отзываются о Жене очень хорошо. Она обладает качествами, которые дают надежду на то, что девочка вырастет хорошим человеком и займёт достойное место в обществе. Аня тоже старается быть примером для остальных. Добрая и отзывчивая девочка, она с заботой относится к окружающим. И никогда не отказывается помогать другим. Женя любит смотреть кино и мультики про трансформеров, где особое место отводит благородному Оптимусу Прайму. Наставники рассказывают, что девочка вообще интересуется мальчишескими забавами и особенно любит играть в машинки. Семья, машина, дом – всё это невозможно без любящего мужа. Аня поделилась с нами своим представлением об идеале настоящего мужчины. Александр много задумывается о своём будущем. Он отлично осознаёт, что его дальнейшая жизнь полностью зависит от активных действий в настоящем. Летнее время позволяет заниматься Жене блаженным ничего не деланием. Но свой отдых она непременно связывает с самым близким ей человеком. В этой дружной семье самой старшей является Елена. Ей 17 лет и она уже начала настоящую взрослую жизнь. Мысля, реально она выбрала востребованную профессию парикмахера и с упорством обучается ей. Ребятам никак нельзя расставаться. Закон охраняет это их священное право. Симпатичные и развитые они нуждаются в заботливых родительских руках, достойном детстве. Какими они вырастут, зависит от людей, найдущих в своём сердце место для этих детей. Если вы примете решение стать приёмным родителем, обращайтесь в отдел опеки и попечительства Управления социальной политики Артёмовского городского округа. Это очень нужно ребятам, которые лишены радости семейной жизни.